В интернете много рецептов, как приготовить жареную картошку с грибами, с беконом, с помидорами, с луком, но нет ничего лучше хрустящей классической жареной картошечки. Привет всем, вы на канале Посуда Март. В студии YouTube канала Посуда Март гость, мой большой друг, шеф-повар ресторана Абрау на Арбате, Абрау Дерсона Арбате, Сергей Шуток. Сереж, как я тебя рада снова видеть? У тебя большое, что пригласили. Ты знаешь, вот вроде кажется, ничего нет, проще пожарить картошки. Но то липнет, то хрустит не так, то слишком мягкая. И вот вроде бы и хозяйки мы все хорошие. А как-то вот есть нюансы. Давай начнем прямо с самого начала. И самый главный вопрос, это на какой сковороде правильно жарить картошку? Лучше все жарить на чугунной сковородке. То есть это как было издревле у бабушек. Если ты помнишь, конечно ты помнишь, когда у бабушки была чугунная сковорода. С чапельником. Да, мы на ней жарили картошку и блины. То есть ее всегда все выходило идеально. Поэтому я сегодня тоже предлагаю тебе работать на чугунной сковороде. Она у нас с покрытием, тяжелая. Отлично. Как и положено чугуну. Ну что, начнем? Начнем. Как мы будем резать картошку? Вернее, как правильно резать картошку? Я думаю, чистить все умеют, вопросов не возникнет. Чистим тоненько, ножиком овощным, либо овощечисткой. Мы ее почистили. И теперь мы ее должны нарезать. Как мы будем ее резать? Резать нужно будет брусочками, чтобы они были одинаковые. А если я хочу крупный кусок, вот например, как картошку поделиться? Она тогда может не прожариться и подгореть у тебя. А если ее подварю? Тогда можно. А сколько нужно подварить? Подварить буквально, чтобы она закипела, вода, минут 5-10. То есть, и все потом слили воду, подсушили картошку, и можно дальше тогда будет жарить. Четко. Как мы сегодня режем? Будем резать брусочками. Отлично. Кусок должен быть одинаковый. Да. У нас картошка прожарилась равномерно. Я тут поиграю в эксперта. Это правильно. Подаю советы. Все-таки. Какой-никакой опыт есть. Сереж, часто дома готовишь? Ну, сейчас уже не особо. Все постоянно на работе. И самое главное нам картошку положить в воду, чтобы из нее вышел лишний крахмал. Вот, еще вопрос. Какой сорт картошки покупать? Вот это же важно. Да, ну сейчас у нас в магазинах в некоторых продается картошка, и там там написано, что она для жарки. Или для варки. Или для варки. То есть, ну, нам нужна картошка для жарки. В ней получается больше, менее крахмала. То есть, она не будет прилипать уже к сковородке. То есть, и будет менее, ой, будет наоборот, и менее, будет более вкусная. Сколько нужно вымачивать картошку, чтобы крахмал ушел? От 15 до 30 минут. То есть, я думаю, будет достаточно. То есть, и потом она сейчас у нас полежит в воде, крахмал из нее лишний выйдет, и мы обязательно ее обсушим на плотенчиках. Еще, знаешь, я знаю такой нюанс. Вот, например, на эту сковороду сколько нужно брать картошки? Мы же все время, знаешь, побольше, побольше всем наесться, а потом получается, что невозможно переворачивать. Больше не надо, то есть, если мы хотим получить жареную картошку с корочкой вкусную, надо брать картошки, чтобы она покрывала, то есть, вот так вот, дно. Все, и чтобы легко переворачивалось. Если будет потом больше картошки, она начнет выдавать влагу все равно же. Вот, то есть, она не получится у нас с вами корочкой. Ждем минут 15, чтобы лишний крахмал из картошки вышел. Засекаем 15 минут. 15 минут пролетели незаметно в ожидании жареной картошки, и теперь мы должны ее просушить. Да, давай уберем доску. Так, чтобы она нам не мешалась. Я подам тебе тарелку с бумажным полотенцем. Можно брать бумажные полотенца, либо обычные полотенца. Какие угодно, тут смело выкладываем в один ряд всю картошечку нашу. В принципе, можно даже несколько минут дать ей самостоятельно еще и стечь. Да, буквально еще можно пару минут. А мы пока можем с тобой включать нашу плиту и разогревать нашу сковороду. Да, конечно. Я готова тебе подать масло. Какое масло нужно использовать при жарке картошек? Растительное. Нам буквально понадобится там 2 столовые ложки. Вот наша с вами сковородка нагрелась, и масло тоже. Посмотрите, вот пошел дымок, да. И теперь можно выкладывать нашу картошку. Я, пожалуй, отойду от тебя. О-о-о! Картошку выкладываем вот в один слой, чтобы она жарилась. То есть, если у нас еще картошка останется, можно еще будет второй раз пожарить. Лучше, да, нам нужна корочка, поэтому мы не будем... Мы лучше еще раз пожарим. Это точно. Тем более, что времени немного это занимает. Сереж, сколько она должна вот так одним слоем лежать? Я думаю, минутки 3-4, пока она не схватится. Вот. То есть, здесь, в принципе, время всегда то есть играется. Надо за ней всегда следить. То есть, потом мы немножко убавим огонь. И перевернем. И перевернем. Крышкой будем закрывать? В конце. Вот видите, она у нас схватилась. И мы понемножку начинаем ее потихоньку переворачивать, чтобы она у нас вся равномерно прожарилась. И солить самое главное мы будем в конце. И перчить тоже. Если потому что мы посолим, выйдет лишняя влага, и картошка тоже опять может прилипнуть. Я знаю, что у поваров есть тест, когда они вот так вот учатся делать упражнения, они гречку переворачивают, чтобы она не, собственно говоря, высыпалась. Поэтому гречка и чугунная сковорода вам в помощь. Ну и тренировка и терпение. Ой, она у нас уже с корочкой, с золотистой. Чуть-чуть осталось? Да, немножечко осталось совсем. Но мы сейчас еще подождем. Когда она вся пожарится, мы накроем крышкой и добавим сливочное масло. Сливочное масло зачем? Мне больше нравится в конце его добавлять. Он добавляет такой сливочный вкус картошки. Где-то отдаленно еще где-то с грибочками. Да, масло же тоже можно сливочное сделать, ароматным. Да, и, кстати, есть один маленький нюанс. Как раз, если мы готовим жареную картошку именно с корочкой, лишний ингредиент, допустим, лук, морковку, ну, кто-то с чем любит, лучше жарить отдельно и добавлять тоже в конце. Даем настояться минуту-полторы, и можно будет приступить к поеданию картошки вкусненькой. Наша картошка с вами готова. Можно сюда поставить, да? Вкусненькая. Слушаю, как она хрустит уже. Тут здесь по желанию можно украсить зеленью, да. Здесь уже рожным сыром, у меня уже начинает лососика положить. Да, и цупашот, авокадо. Ох, да. Ну, запах вот этого образа. Другой, если добавить сливочное масло в конце, вот оно дает, а если его на нем жарить, то есть оно может пригорать. То есть у нас сейчас сливочное масло разное. Еще жирность надо угадать. Да, да. Ну что, друзья, сегодня шеф-повар ресторана Абрау Дюрсона Арбати Сергей Шутов показал, как жарить самую вкусную хрустящую жареную картошку на чугунной сковороде. И теперь вы можете это повторить сами, используя качественную посуду, которая есть в ассортименте интернет-магазина Посудомарт. Сережа, спасибо за то, что ты был судье. И тебе спасибо, спасибо. Спасибо.